Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 21 главу этой книги. И пришел Давид в Номву к Ахамелеху, священнику, и смутился Ахамелех при встрече с Давидом и сказал ему, почему ты один и никого нет с тобой. Давид приходит в селение, в Номву, где жили священники. В законе Моисеевом говорится, что священники левиты имели свои особые города, которые были в разных коленах израильского племени, потому что все нуждались в помощи, в нравственной поддержке стороны этих священников. А куда еще мог пойти Давид в таком состоянии, без оружия, без всего необходимого? А священник Ахамелех удивился, смутился при встрече с Давидом. Он пришел один. Это было очень странно, потому что он был зять царя, он был друг наследника. И то, что он один, без всего, это выглядело очень подозрительно. «И сказал Давид Ахамелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов пять или что найдется». Давид вынужден говорить неправду, потому что в такой ситуации ему надо было как-то выжить. Но с другой стороны, он говорит это все так обтекаемо, что как бы это и правда. Он говорит, что своих людей он оставил в известном месте. А для кого это известное место? Для Давида. А что Давид может подразумевать под этим местом? Селом, где был царь Саул и его сын Иннофан, или какое-нибудь другое место. Поэтому двойственность в таких ответах показывает, что эти люди все-таки не были способны на такой грубый улов. И они отвечают скорее уклончиво, чем нежели лживо. «И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». Все-таки некоторый отряд людей был с Давидом, потому что когда Христос освящает эту ситуацию, он говорит, что взолкал Давид и люди, бывшие с ним. К Давиду, как в свое время и к Саулу в начале его царствования, присоединялись смелые, отважные люди, которые готовы были переносить с ним трудности, тяжелого такого положения. Итак, священник говорит, что есть только хлебы посвящения, которые могли есть только священники, но при этом, как говорится, ради нужды бывает применение закона, поэтому Ахамелех уточняет, если только люди твои воздержались от женщин. «И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня. Со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты». Сосуды имеются в виду, что не было никакого истечения семени. Они чисты, и с женщинами они не имели никаких отношений, и не осквернялись ночным осквернением. «И сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах». То есть, если люди съедят этот хлеб, то так как сами они ритуально чисты, не будет никакого нарушения. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов, предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятию их положить теплый хлеб». То есть, одни хлеба снимали, а другие клали горячее на их место. А тут раньше времени. То есть, Ахимелех передал теплый хлеб, хлебы предложения. Далее говорится о том, как Давид бежит к Анхусу, царю Гевскому. И мы читаем, «Там находился, то есть в селении священников, в тот день пред Господом один из слуг Сауловых, по имени Доик, Эдуминянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешным». Вот Давид здесь допускает ошибку. Текст сообщает нам о том, что там находился вот этот Доик, Эдуминянин, который был преданной слугой царя Давида. И Давид должен был бы проявить опасливость по поводу Ахимелеха, чтобы не подставить его. Потому что если Доик донесет Саулу, то у этого священника и у других священников будет серьезная неприятность. И Давид не обращает на это внимания. Такое происходит, и такое как бы оправдано, ведь он спасается сам бегством. Но даже если ты спасаешься бегством, ты не должен в опасность свергать других людей. И Давид допускает такую неточность, и он потом признает эту свою ошибку. И так он говорит Ахимелеху, ибо я не взял с собой ни меча, а не другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа, филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади Эфота. Если хочешь, возьми его другого, кроме этого нет здесь. То есть, по сути дела, Давиду предлагают то, что принадлежит Давиду по праву трофея. Военного трофея. И сказал Давид, то есть об этом мече, нет ему подобного, дай мне его. И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гевскому, это уже имеется в виду не еврейский царь, и сказали Анхусу, слуги его, не этот ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Мы видим, что соседние царьки были очень хорошо проинформированы по поводу того, что происходило в народе Божьем. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского. Давид понял, что эти люди, они поняли, догадались, что Давид – это для них угроза. Давид, убивший Голиафа, чудовищного Голиафа, он может напасть и на кого-то из них. И изменил лице свое пред ним, то есть Давид начинает юродствовать. Чтобы как-то выжить в такой ситуации, он начинает юродствовать. Юродство – это добровольное безумие, которое принимает на себя человек, который понимает, что иначе он не может донести свое слово до других людей или не может буквально выжить в этой ситуации, как в случае с Давидом. «И изменил лице свое пред ним», то есть сделал такую некрасивую гримасу, «и притворился безумным в их глазах и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей». А что значит чертил на дверях? Буквально это можно понять так, что мочился на дверь и пускал слюну по бороде своей. То есть он юродствует, потому что на него смотрят как на совершенную машину убийства, то, что он убил даже Голиафа. А вот в такой ситуации он не выглядит опасным, какой-то безумный человек. «И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» То есть замысел Давида удался, теперь Давид может безбоязненно покинуть дом правителя Анхуса и его не уничтожит. Итак, мы с вами сейчас прочитали двадцать первую главу, в которой мы находим пятнадцать стихов. Здесь говорится о таких сложных перипетиях в жизни царя Давида, когда ему пришлось даже принимать на себя образ безумного человека. И вот в связи с этим хочется сказать несколько слов о юродстве в целом. Юродство, как я уже сказал, это есть состояние такого добровольного безумия, которое принимают на себя абсолютно здоровые люди. Но они принимают на себя это состояние, имея целью юродством проповеди достучаться до людей. потому что люди перестают слушать проповедь, которая излагается в такой нормальной парадигме, она полна смысла, логики, но люди это не воспринимают, а действие юродивого воспринимается. на Руси всегда очень почитали юродивых. Был известный блаженный Василий московский, моли Христа Бога, спастись душам нашим, который жил при дворе царя Ивана Васильевича Грозного и иногда он совершал удивительные вещи. Был случай, когда он сидел за царским столом, и царь Иван Грозный посылал каждому почетному гостю чашу с вином. Объявляли, там, царь, великий князь посылает чашу боярину такому-то. И вот послали юродивому Василию. Василий хватает чашу, быстро выливает в окно и кричит, давай еще. Царь посылает еще одну чашу. Василий делает то же самое, так с третьей, четвертой чашей. А царь хочет разгадать это поведение Блаженного, потому что смысл юродства, он как бы не лежит на поверхности. И царь спрашивает Василия Блаженного, что ты делаешь? И Василий Блаженный говорит, Новгород горит, надо его тушить. И царь запомнил это время, этот день, и когда через некоторое время прибыли люди из Новгорода, они сказали, да, вот в это самое время, в этот самый день случился в Новгороде пожар. Но он прекратился, и люди видели какого-то человека в лохмотьях, в цепях юродивого, который носился по Новгороду и лил из ведер воду и помогал потушить этот город. Юродивые иногда разыгрывали конфликт один юродивый с другим. Были два юродивых в Новгороде, а новгородцы были разделены рекою, и те, которые были по одну сторону реки, они враждовали с теми, которые были по другую сторону реки. Но там были в Новгороде два юродивых, которых уважали и в этой части Новгорода, и в другой. И когда к Святой Софии Новгородской шли на молитву все новгородцы, эти два юродивых тоже шли с разной стороны Новгорода, и когда они видели друг друга, они бросались друг на друга и начинали страшно и жестоко драться. А так как все новгородцы почитали того юродивого и другого, они их начинали разнимать, спасая их друг от друга. И не могли понять, а почему такие блаженные люди, которые там исцеляли, пророчествовали, вот так себя ведут. Был случай, когда на мосту они устроили драку и упали с моста в воду, их новгородцы с сетями выловили и еле смогли их разнять. На самом деле эти юродивые давали возможность новгородцам посмотреть на себя со стороны. потому что новгородцам явно этого не хватало. И однажды новгородцы увидели, как эти два юродивых за городом сидят вместе, обнявшись и поют псалтырь по памяти. Тогда они поняли, что действительно юродство проповеди совершалось из каких-то педагогических целей, чтобы дать возможность новгородцам посмотреть на себя со стороны. И то, что Давид юродствует, это не означает, что этим он хочет только жизнь свою спасти. Конечно, это тоже присутствовало, но прежде всего он давал возможность этим людям посмотреть на себя со стороны. Ну что такое мир язычества, если это не безумие? Что такое их слова, их эти мантры, их заклятия, как не слюни, которые стекают по бороде? Что стоит их образ жизни, как не моча, опущенная по стене? Поэтому не будем удивляться, что Давид так себя ведет, по имени Господи царя Давида и всю кротость его. Это был урок, который он преподал этим язычникам. Это с одной стороны, а с другой стороны, благодаря этому он выжил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...